Боже, будь милостью ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславский грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Светися, светися, Новый Иерусалиме. Слава Богу Господне на тебе, Восия. Легко и ныне веселись о Сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородица. А восстание Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и вовеки, веково. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресли за мертвых Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причестия Твоя Матери, Силы Честного, Животворящего Креста. Святых Ангелов наших, Хранителей, всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благослови человека любит сами. Боже, будь милостив ко мне, грешному. Создав ими, Господи, и помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради Боже, очисти мне грешного, яко не кори же благое сотвори их пред тобою Но избави меня от лукавой, да будет мне воля твоя Да неосужденно отверзну, самое недостойное Восхвалю имя твое святое, отца и сына и святаго духа Ныне и присно и во веки веков, аминь Царю небесным, Христос воскресе из мертвых Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живо дарова Христос воскресе из мертвых Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живо дарова Христос воскресе из мертвых Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живо дарова Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и признанной, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и признанной, во веки веков, аминь. Отче наш, Иже и Сына в небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем ложнюком нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Поставши от сна, припадаемте блажангельскую песню, пьемте сильные. Свят, 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 Иси Божия, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодраясь на возник, если Господи, умы просвети и сердце, снимай отверзи Твоя же петь, и Тя Святая Троица. Свят, 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 Иси Божия, Богородица, и помилуй нас. И ныне и признанной, во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 Иси Божия, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многеру Твоя благость и долготерпение. Не прогневался на меня ленивый и грешный, не поубил меня среди законий моими. Но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничиане лежащий Гавазирный Иси. Во ежеутрию эти славословите державу Твою, и ныне Владыка. Просвети мои очи мысленные, отверзли мои уста, поучайте со словесем Твоим. И разумете заповеди Твоя, и творите волю Твою. И пейте Тя во исповедании и сердечнем. И воспевайте всесвятое имя Твое. Отца и сына, и святаго Духа. Ныне и признан, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Приидите, поклонимся и приподем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Иисус 2-й столом. Радуй, праведная Господи, правом приличного словословия. Славки Господа на глухие. Спойте Ему на струной столпире. Спойте Ему новое пейс. Спойте Ему стойно с восхищанием. Ибо Слово Господне право. И все дела его верны. Он любит правду и суть. Милости Господней полна земля. Слово Господа со Своим до небеса. И Духа Луцкого, всего и Свои. Он собрал в густогруды морские воды. Положил бездну в хранилище. Да боится Господа вся земля. До 3000 среди всех живущих во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось. Он повелел и явил. Сосколько разрушает советы язычников? Уничтожает замыслы народа. Уничтожает советы князней. Совет же Господень стоит во век. Помощение сердца Его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Время, которое Он избрал в наследие себе. В небес призирает Господь. Людей всех сынов человеческих. Престолы, на Котором восседает. Он призирает наследие живущих на земле. Он создал сердца всех. И вникает во все дела их. Не спасет, как можно, воинство. Исполимый защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения. Не избавит великим силами своей. Вот, о, Господь, над боящимся Его. И уповающие на милость Его. Что Он души их спасет от смерти. И во время голода пропитает их. Душа наша уповать на Господа. Он помощь наша и защита наша. О Нем ветерится сердце наше. Ибо на Святое Имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами. Как мы уповаем на Тебя. Предстретит Толом. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему не предстану в устав моих. Господа, будет вариться душа моя. Услышит кротки и возвестерят тебя. Привечайте Господа со мною. И привозь все другим вместе. Я взвестал Господа. И Он услышал меня. И от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, всех просвещали. И лица их не посадятся. Все нищие возвал. И Господь услышал. И спас от всех бед Его. Ангел Господь ополчается вокруг боящихся Его. И избавляет их. Пустите и увидите, как глав Господь. Блажен человек, который уплывает на Него. Хочешь, Господь, и Господь, и Господь, и святый Его. Ибо нет скудости у боящихся Его. Сильные бедствуют и терпят голос. А ищущие Господь, и терпят нужды в высоком благе. Идите, дети, послушайте меня. Справа Господа научу вас. Хочешь ли человек жить? И любите долгоденствие, чтобы видеть благо. И держуя жизнь в своем благе. И устасывай от коварных слов. Уклоняйся от благ и делай добро. Ищи мира и следуй за Ним. Хочешь, Господь, и обращай на праведника. И уши Его в клопные. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы искривительные памятники. Бывая праведной, и Господь слышит. И от всех скорби избавляет их. Близый Господь с покрученным сердцем. И смиренный духом спасет. Много скорби и у праведного. И от всех избавит Его Господь. Он хранит все кости Его. Ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло. И ненавидящего праведного погибну. Избавит Господь, и все рабов с ними. И никто из уповающих на Него не погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Истинно та. Богатый страдания и незреченный милосты. Ибо Ты сказал, о Христов мой. Верующий в меня будет жить. И не увидит тебя в человеке. Если же вера в Тебя, потерявших надеждой, то вот я верую. Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да не истинь мне вера вместо дел, Боже мой. Ибо не надежда, никаких дел оправдавших меня. Но вместо всех дел, да будут довольны верой моей. Пусть она отвечает. Пусть она оправдает меня. Пусть она садилась мне общаясь, и там слава твоей вечной. Да не похитит меня, Сатана. И да не похвалится тем, что в форме Твоей, Слово Божие, в руки и защиты. Но хочу ли, или не хочу, спаси меня, Христос, Спаситель мой. Теперь приди ко мне на помощь. Подпиши, я погибаю. Ты Бог мой, очаривай, Матери мою. Подоби меня, Господи. Ныне возлюбив Тебя, как я возлюбил некрор в тот самом игре. И вновь послужи Тебе без дедности, как я прежде работал на Сатану-убольстителя. Буду же прежде всего послужить Тебе, Господа и Богу моему, и Иисусу Христу, в оседней жизни моей, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Светлый ангел, поставлю на близкие мои бедные души и несчастную жизнь. Не оставь мне грешного и не отступить в незавимодержанность мою. Не дай возможности злому демону поселить меня себе под средством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опусти все мои руки и выведи меня на путь спасения. О, Светлый ангел Божий, хранитель и покровитель, Ты замужешь и тело. Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во сегодня моей жизни. И если я чем-то грешу, прошедший нос, защити меня в настоящий день. И так аминь, я отстаркнусь, и с вами вражеско, чтобы мне не прогневать Бога никаким не словом. И молись за меня, как Господа, чтобы Он от людей не отстрахит меня и садил мне рабом достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычественная Благодица, Светлыми твоими стесильными мольбами, Агонетные и что за несчастная раба твоего, Уныние, Завдение, И неразумие, И нерадение, И тескверное, Лукавое, И трудно помышлению Сечастного сердца, И от помраченного ума моего, И повесить память Страстильной, Ибо и ничь и слаб, И с башни, От многозвездительных Воспоминаний и намерений, И освободи от всякого Звого действия, Ибо ты благослови на всех родах, И твоя Христа имя славится, Воды Хрисов. Аминь. 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 Предстал, Если всех воскресенье, Дух правой теме Обновляя нам Повелицей твоей милости. Христос, Воскресе из мертвых. Кандак. Любопытную десницу, Жизноподательная твоя Ребра, Пома, Испыта, Христе Боже. Со заключенным во дверям Яков Шел еси, С прочими апостолами, Вопияши тебе. Господь еси, И Бог мой. Слава Отцу и Сыну, И Святому Духу, И ныне и присны, И во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну, И Святому Духу, И ныне и присны, И во веки веков. Аминь. Болите Бога нас, Святые угодники Божии, Игнатий Владимир, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молительником о душах наших. Благородица Дева, радуйся, обрадуна Мария Господь с тобою. Благословен ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснага, животворящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди твои и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары и Твоя сохраняя крестом, Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного, родителей и родников благодетелей, митрополита Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Священная Рея Акима, Павла, Геннадия Сергея, Иоанна Михаила, Наума, Кирилла, Вадима Зосима, Владимира, Максима, Андрея и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Франциска, Корниль, Александра, Деодора, Митрополита Тихона и Лариона, И весь священнический иноческий чин, И вышли из служителей миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, И нам дай еще священника, рожденного свыше, который благовестником является, И место для занятия. Спаси, Господи, и помилуй раб твоих, вопиющих тебя, И защити наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы наводнения, От всего, что не славит Господа, И благослови живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру, дай веру, Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея и Иосифа, Пришли добрые жители с детьми, Любящими, знающими уставы твои святые, ходящих в послушании, И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифкину, Юрия, Александра, Александра, Сергея, Сергея. Я тяжко недуга пьянства из вами Павла, Михаила, Андрея, Владимира, И потерянного Александра найди, укажи, где он есть, и жив ли. Блуждающих Алексея и Сергея останови, да бы не обманывали себя и людей. Слава тебе, милосердный Господь и Бог наш! Аллилуйя! Возли на угрозы врагов, На потоке лжи, изливаемых нечистыми устами. И в судный день не помяни их безумие, Ибо не знать, что творят. И молитва не достигает, как будто тебя, Господи. По всем признакам похоже, что похулили Духа Святого, И не могут отучить света от тьмы, добро от зла. Дьявол все смешал. Слава тебе, Боже наш! Хвала тебе, милосердный! Благослови наших благодетелей, Елену, Елену, Обрати Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Эдуарда. Мы просили, Господи, Помочь нам переиздать трехтомник Нового Завета, Столкование Блаженного Фефилакта с комментариями. К истинным православиям. И мы это получили, и к тому же проповедь в стихах. Хвала тебе! Помоги нам, Господи, издать проповедь во свете Святой Библии. И для Слова Божия нет ус. Уповаем на милость Твою. Посети, Господи, болящих. Раиса, Льва, Виктора, Александра. Пусть милостью, Господи, к нам. Защити наследие Твое. Благодарим за все Твои милости, щедроты и долготерпения. Посети, Господи, болящих. Дай силу безропотно перенести страдания. И пошли мы с селения. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония. Даниила, Михаила, Надежду, Людмилу, Любовь, Надежду, Александру, Неанилу, Даниила. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, все это может оказаться полезным и спасителем для нашей бессмертной души. Хвала Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе. Просят помолиться о них, одержимых злым духом. Рустика, Ирену. И, похоже, в таком состоянии Егор. Помоги им, Господи, во всем положиться на волю Твою. Быть послушным. Рабиду, несогласия, исторгни из них. И Рустик желает, Господи, участвовать там, где нет мира, как врач. Да благословить Его, Господь. Помоги Ему отвергнуться самого себя. Потому что, где бы Он ни был, везде у Него не урядятся с находящимися рядом. Дай Ему силу смотреть на самого себя. Отвергшись с себя, взять крест, даромый Тобою. И следовать за Тобою. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога Нашего. Спаси нас с молитвами Твоими святыми. Покроем оформу в любви о зависти несчастивых от всего, что не славит Господа. Слава Тебе, милосердный Господь и Бог наш. Благослови всех, помогавших совершить на миссионерские путешествия. И здесь, в стране, и по другим странам. И посея на нами, да да, стабильные плоды и в будущем. Сколько новых душ ты нашел через эти книги, которые подарили, бывая там, благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Науму, Валентину, Самиру, Кирилла. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе, аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога обо мне грешнем. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Проведи душу ему по мытарствам, страшным и непонятным. И веди он навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе. Слово Твое говорит, что первые христиане не имели ни одного храма на земле, но ежедневно собирались по домам. Вникая в Слово Твое, прославляя Твое всемогущество и заботу о нас. Благослови Господи Михаила и Елену, Романа Екатерину. Ты дал им жилье. Господи, расположи к ним и соседей, и близких, кому не возвестили слово истинное, раздавая Евангелие, чтобы жилища были, как храмы Бога живого, чтобы они не были там одинокими. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебя. Ян Креститель, претеща Христом, моли Бога о нас. Господи, научи нажить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, видеть нуждающихся в нашей помощи и по мере сил помогать, если возможно. Слава Тебе, Слава Тебе, Господи. Слава Тебе за жилища, в которых мы находимся, которые мы не строили, которые помогают нам спасаться от непогоды, от всего, что не славит Тебя. И вечности воздай милости устроителям наших жилищ и храмов мы находим единение в общих молитвах. Слава Тебе, Боже наш. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ скротности и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас, о нашей живности, через которую Господь обречает наше пребывание на этой земле и ее доли печали. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисей, Новый Моисей, Самуил, Аарон, Авель, Новый Иосиф, Патриархи, Езренеми, Амус, Наум, Исайя и Еремея, Варух, Изеки, Ильосия, Яиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрихи, Пророк, Михей, Аврам, Исаак и Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, чтобы день прихода нашего отшествия не застал нас с ней готовыми. Но чтобы мы вышли на встречу тебе, Боже, с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными еле добрых дел, с соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы и архангелы, хирургимы, серафимы, всенебесные силы престола Божия предстоящие, святые апостолы Петра и Павла, евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Абли, Ноя, Иосиф, Патриархи, Езрене, Имеамос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Азеки, Иосиф, Иося, Иоаниль, Айгей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Дапан, Данил, Отрак и пророк Михея, Авраам, Исаак и Яков. Да благословит Господь и укрепит народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, антихриста на щелой или правую руку, и взятых из семей, отправленных на военные действия на фронт, сохрани Никиту, Александра, Максима и Анны и неведомых нам. Помоги им постоянно помнить, что говорит нам слово твое, Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Аллилуйя! Посети томящихся в вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах верующих в тебя и дай им свободу, если угодно, воле твоей святой. Монаха Сергея, Владислава Вара. Мы просили, и были и ты внезапно освободил его до суда, совершив столь великое чудо для наших дней. Господи, помоги ему во всем сердцем возлюбить тебя, если мешает ему прежнее знакомство, чтобы он не давал повода, ищущим повода. Соделай, чтобы он был здесь, где молятся, взывают к тебе. Слава тебе, милосердный Господь и Бог наш. Молите Бога на святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Серин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонности, Степан Пермский, Серафим Саровский, Антабульский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Терина Миподина, Кентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, Ироним Стридонский, все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысль эритюков и сектантов разруша, развеем, ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла Первомущинца, Патина Сомаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриана, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина, Да дарил Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохранит от всяческого поругания и насилия, исправь непокоримость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмила, Виктория и Иоанна. Мы взываем к Тебе, Господи, и надеемся на помощь Твою. Господи, прими наше моление и воздействие рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией, и соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих на Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир, и сохраняющий его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови, Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас, грешных. Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй, и мы называем о незаповедавших. Коснись их сердец. Положи им на сердце твердо верить в то, что примирение Божье с Тобой возможно только на этой земле, что за гробом нет покаяния, приемлемого тобою. Посети младенцев, о которых просят родители воззвать к тебе, чтобы они выросли послушными родителями, были верующими и стали благовестниками. Благослови Ангелину, Алфея, Феодосию, Марка, Игнатия, Евсевия, Ездру. Мы уповаем на милость Твою, Господи. Услыши и исполни эту добрую просьбу родителей о своих детях. И упокой, Господи, в обители небесных, усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей, и всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. И чтобы молитва наша была перед тобой всегда, как фимиам, как жертва вечерняя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и наслышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Мир всем. Христос воскрес. Новый день Господь дает. Чтобы Господь дал нам страх. Истинный страх. Как бы не огорчить Господа нашего небрежением, служением Ему. Иначе на наше место будет избран другой. А нас Господь просто оставит. Что мы слышали, этого нам достаточно, чтобы спасти души. Вот иногда спрашивают. Вот ребенок не слушается, уже растет, начинаешь молиться, а он свое дело делает. А уже ребенок сам бегает. Что надо делать? Помнить, что говорено было с святыми отцами на эту тему. И что интересно, самые лучшие воспитатели детей оказались те, у кого нет детей. Апостол Павел. Дальше говорится об апостолах. Иоанн Златоуст. Василий Великий. А почему? Они проникали вглубь. Не просто так. Ну, а как он не слушается? Мы едем в электричке, а там же сиденья. Все видать где-то. И видно, что девочка большая уже. Ну, не меньше пяти лет. Они с одной стороны, тетки сидят, с другой. И она их по щекам бьет. И они улыбаются, сидят. Но ведь она растет. Удар будет сильнее и сильнее. У вас искры посыпятся. Разве можно так делать? А почему? У его, мы считаем, ребенок рождается подобно дикому осленку. Не осленку, которого учат здесь. Ну, когда есть хозяин. А дикий. У него ничего нету. Пососал мать и отошел. Если в сторону далеку уйдет, его волки загрызут. Подобно дикому осленку. Ну, вы считаете как? Ребенок нормальный ваш, я говорю. Ну, вот это. Ну, как думаете, он дорогу находит за стул? Находит. Ну, еще что спрашиваешь-то? Ребенок подобен дикому осленку. Его дрессировать надо. А как? А так? Он ударился о нас. Ребенок балуется. Сразу же ему по руке. И он понял. Все. А как дрессирует собаку? Собака животное. Я близко знаком с этим был. Много лет занимался. В уголовном розыске. У меня очень большой опыт по дрессировке собак. Кинологом быть. И вот один занял первое место. Ему говорят, где ты такую умную собаку достал? Он говорит, в одной деревне был. И проходил мимо и увидел собака привязанная. Она лает и ничего больше не знает. Я поговорил с... Они говорят, очень злая собака. Вам не справиться с ней. Ну, попробуем. Я, говорит, купил ее. И показывает, у нее шрама. Она его хватанула сразу буквально. И он с ней занимался. Минимум, говорит, мне час нужен до работы, чтобы с ней заниматься. И она стала чемпионом России, кажется. Вот как. Маленький такой бичик продается, стек. Это лошадей, когда дрессируют. Это везде так. Купили много лошадей. Ну, они куда? На мясокомбинат только. И вот один пришел и говорит, нам лошадь нужна. Ну, выбирай. А цыгане? И он говорит, вот эта лошадь хорошая, мне нравится. Бери. Но только под условием, что вот эти бараки брошенные, дайте нам, цыганам, чтобы мы их могли жить. Дайте справку. Он так. Ну, а с лошадью ничего не может сделать. А что, она легается? А лошадь, если легается и копытом попадет в волку, она ему череп проломит. А если спереди, она кусается. И очень сильно. Поговорил. Никто не знает, что он говорит. Ему советуют. Идите к цыганам. Они с лошадями возятся. Он пришел, говорит, ну, все, договорились. Значит, барак отдаете, справку приносите, я ее, лошадь вашу научу, как вести себя. А как? Увидите. У него большой шар. Металлический. А из него везде торчат иглы. Ну, колющие. И он его на шесте держит. Когда он повел лошадь-то, а она задом-то прыгает, она легать не может. Ей надо прыгнуть, поднять заднюю часть и легать. Она только прыгнула, а эти стазы ей воткнулись. Она заржала, не поймет, в чем дело-то. Еще раз, и все. Лошадь очень умная и не потребовала. Здесь из Канады привезенная. Не потребовала с третьего урока. Но она кусается. И на это исправим. А что нужно? Купи репы. А репа сохраняет в себе тепло, жар. Ну, и кастрюльку свою в воде ее там скипяти и сам ее бери с собой. И что дальше? Ну, дальше там марлю принеси. В марлю. Теперь прицепить сюда. Она где кусает? Да, за плечи. Вот тут теперь и будет она лечиться. Он только взял, и она ее укусила. Она как укусила, и отснять не может. А нам во рту у нее огонь горит. Кипяток. Все, отучил. Ну, она, говорит, бывает вот так-то, так-то. Отучим и здесь. А как? Он ее тогда давай пороть. Повалил ее на землю. Она встать не может. Это цыган. А ты, говорит, в это время приготовь немножко кагору. И дай ей выпить. А как? В рот. Чтобы она умом-то не гордилась. И сразу ее приучил. И дай ей тому, что она любит тебе там. Хлеб или сахар. Обычно сахар. Все. Лучшая лошадь. Вот так. Как называется? Пряник и кнут. Это я говорю о ребенке. Ребенку как сразу же правильно сделал. Поощри. Он маленький. Одобрение его. Это и есть пряник. Там добрые слова. А бывает что-то надо дать. Вот собака выполнила команду. Я кричу рядом. Она не просто. Она должна добежать. Вокруг. И сесть с левой стороны. С левой. А тут с женой фотографируется. Лезет на правую сторону. Как же так? Полстали лет прожить вместе. И не знать где ее место. Собака знает. И она сразу вокруг тебя. И садится слева. И смотрит что дашь ей. А если не так сделать? Не так сделать. Наказано стеком ее. Она ловит уток. Куриц. Один раз ее только как следует. Дернул. Поставил на место. И так. Ребенок требует. Настоящее воспитание. Они так. Куда он пошел? Ходит. И родители бегают за ним. Не надо бегать. Он должен бегать за вами. У вас все изрвещено. Царь Феодосий, когда пришел в школу. А там в школе два ученика. Гонорий и Аркадий. Это его сыновья. Которым он решил разделить. Еленское государство. Надвое. Один из них будет там злейшим врагом. У одного другого там захватят. Но тут-то главное сейчас. Он посмотрел. А кто учитель? А учитель стоит. А они как у нас за партой сидят. Так. Ваша царская величина. Так я же учитель-то. Арсений говорит. Я не вижу учителя. А ну-ка встать. Так это царские дети. Здесь нет царских детей. Ты должен научить их. Чтобы они все знали. Астрономию, математику. Слово Божие. Так. И чтобы я больше вас не видел здесь. В таком виде. Садись. Учитель должен сидеть. Ученики стоять. Во как было. Сегодня такое сделать. Тут завизжат. Иммунальная инвестиция. Тут все. Такие растут сегодня. Отморозки. Маленькие. Уже за изнасилование. Ребенок. Десять лет за изнасилование уже арестовали. Но его не сажают. А что бы ему было? И вот я такого видел. Детская комната. Его привели. А он кочерыжится. Ну, уже лет пятнадцати. Сидит и нога за ногу. А перед ним, там кажется, старший лейтенант. Женщина. В Барнауле. Линейный отдел. И зашел капитан. Посмотрел, как она ведет. Ты что так? А что он зубы? Он как подошел, как звякнул ему. Он кверх ногами соскочил. И сразу сел. И все. Вот учить как надо. У меня брат родной жил в Москве. И как-то ему пришлось быть, видимо, в вечерний ресторан или что-то. И там негр с Америки, здоровый такой, пристает к женщинам. Они танцуют, а он черный весь. Ну, мы видим, ну так не ведут себя. А что с ним сделаешь? В это время, говорит, с соседнего столика поднимается такой могучий человек. Подходит. И как дал ему на отмашь. Он такой головой об землю. Вот так у нас в Америке с ними расправляются. Он встал, не знает, куда идти. Вытащить его отсюда. Понимаете, это негр. У него понятия нравственности никакого нету. Ну, конечно, не все такие это. И опять сел за стол. Я к тому говорю, что ребенка надо наказывать. Библия говорит, не жалея розги твоей. Дабы впоследствии утешать. Иначе плакать будешь. А он не так делает. Накажи. И сам подумай, какое наказание должно быть. Но обязательно с болью. Вот у меня здесь сестра дорогая. Она догадается. Приехала с внуком. А внук от нее убегает. И с чего? Сразу бросил на вокзале. Она не знает, что с ним делать. Я дал им задание пилить. А он тут же бросил их. Она говорит, нету. С той стороны-то где. А он убежал там. Я сразу туда достал его. Ты что делаешь-то? Баба тебя любит. Взяла сюда, привезла. Я его там крапивой. Давай. Маленько, погоди. Он опять сбежал. Я его опять достал. А он спрашивает сразу. Умный мальчишка-то. А если я убегать не буду? Меня бить не будете? Нет. И все. А то не знают, что делать. Наказывая тело, мы вращуем душу, говорит Иоанн Златоуст. Вот это надо очень хорошо помнить. Как? Ну, так, как есть. Вот у нас в семье было живых. Десять детей. Пять парнишек, пять девчонок. Отец с матерью полкласса не кончили. Ну, как они знали метод воспитания? Трудом. Мать покажет вот эти вот полгектара. Картошка. Вот сегодня два ряда. Ты должен прополоть туда и два обратно. А я кого-то мне, может быть, лет уже десять. Я под картошку и там траву вырываю, ползу, ползу туда к четырем часам дня, чтобы освободиться. Сразу два ведра и там, где суслики, выливать. А шкурка суслика, я должен ободрать его, высушить, обезжирить и за 20 километров отвезти. Купить велосипед. С пятого класса в соседнем селе Корчино учиться придется. А у меня велосипеда нет. Вот. Первым сортом шесть копеек стоит. А велосипед семьдесят два рубля. Второй сорт пять целых четыре десятых. А третий три копейки. Это за все. Готовую шкурку принять. А он принимает, который за год жив стырье, он все сделает, что она по третьей пойдет. И поэтому один день я поймал, за один день только семьдесят сусликов. Тогда много их было. Вот как выполнить там, здесь заработать. А нам никто не купит. Нас лишь бы прокормить. Да и выросли ни одного больного нет. Вот что интересно. Отец пасет на жаре. Он с одной рукой с фронта был. И мать говорит, проверяй, а там что-то мы не успели сделать. Отец придет, пригонит овечек. Он что скажет? Вот это что скажет? Для нас было убийственно. Что же он скажет? Или не скажет? Скажет, ну как же так, ребята? Даже картошка заросла, помидоры там надо полить было, не полили. Мы боялись этого. Что скажет? Не бьет. А мать наказывала. И отец наказывал, и мать наказывала. А вот брат мой священник, он говорит, в школе там, я не знаю, Марина Платоновна или кто она, сказала, Бога нет. И он пришел домой, за стол садится и не молится. Это отец таким про себя рассказывает. Мать говорит, а что такое? Так а Бога нет. Да как ты узнал? А учительница там Мария Платоновна говорила. Вот это да. Я тебя кормить не буду. Ну-ка давай. Отец пришел, а она отцу говорит, безбожник у нас завелся. А вот садная рука. Кто? Вот такой, а вот там у нее матка, эта матка называется брус, на котором потолок лежит. А потолок так, доска с доской так вот рядом, не вплотную. А третья перекрывает, щели нету. И вот эту щель-то туда что-то кладут. И у него там у отца был бищик. Ну как ремень сказать. Он его сразу застал, а Бога нет. Хорошо, он его отец одной рукой коленями зажал. Ну а этот-то достал и стал ему рассказывать о Боге. Считать не умеет. Он кричит там, видимо, Бог есть. Все, батюшка говорит, я сразу поверил, Бог есть. А когда уже вырос, встретился с этой Марией Платоновной, она говорит, а я не говорил о том, что Бога нет. Ну теперь не разберешься. Но главное лекарство какое? Вот так и сейчас спрашивает, что с ребенком делать? Опоздали. И опоздали он очень намного. Он уже бегает на ногах. Вот мать желает отсадить ребенка от груди. Что она делает? Я не знаю, что сегодня делает. Но у нас дети-то было 12. Что нужно? Мать чем-то мазала, таким горьким. В грудь. А ребенок берет, у него во рту пылает. И все, он отвык. Что я как дитя, те отняты от груди матери. В 130-м псалме говорит о себе Давид. Я жаждал узнать тайну. А теперь не проникаю. Высокое для меня недосягаемое. Вот маленький пример, как ребенка воспитывать. Это пряник и кнут. У меня знакомый один был. Он архимандрит. И говорит, сестра родила первого ребенка. Не знаю, как его. И спрашивает, как послушался. Он говорит, а сколько ему? До 2 недели. На 2 недели опоздала уже. Пока он в утробе был, должна петь, молитвы, считать. Он слышит там. Он ребенок все слышит, нам все отражается. 2 недели ребенку, и уже опоздала. А тут уже 2 года, может быть. Ясно дело, что нелегко. Просто... Но другого выхода никакого нет. Если дрессируют медведя, собаку, там, лошадь. Но это человек, у него... Смотрите, какая голова. Когда рождается ребенок, у него непропорционально большая голова по отношению к телу. Почему? Авансом. Авансом Бог дал. И поэтому учить его намного легче, чем животное. Я занимался с собаками. Знаю. Она у меня держала первое место. След. Коротко сказать. Лог у нас идет. Ну, как овраг такой. На расстоянии там 2 километра. И там на бугре, видели, человек прошел. Видели? Мы не видели. Сказали, найти надо, куда он ушел. Я пошел с собакой. Она бегает. С челночным методом бегает. Играет. Я говорю, след. След. Она смотрит на меня. След. Где след-то? Я не знаю. А там никто не ходит. Один человек. Она побежала сразу, нашла. Я должен показать, в какую сторону идти. Ей-то разницы нет. Туда. А это в соседнем селе она его найдет. Где? На бане. Тренировка была. А другой даже 2 раза маленькая речушка перешел. Ранжирный парк, где ремонтируют вагоны. И там колодец из кирпича. И сверху железная крышка. Собака моя добежала. Лапами на этой заскребла и залаяла. Значит, открыли, он там сидит. Но это была тоже учеба. Но когда обратно шли, встретили варвара, который ломал памятники. Там кресты свалило. Тут мы его арестовали. А не так, что... Вот сегодня я смотрю, который занимается там. За руку там захватит один. Но вторая-то рука свободная. Он сцепится, мертвая хватка. Она должна мгновенно перехватить. А здесь, если нож, он ее сейчас зарежет. Какие чемпионы? Я говорю, мы даже в третий класс не посадили бы. И которого задерживают они сегодня где-то. И тут же идут, разговаривают. Мы никак. Он впереди меня идет на 5 метров, допустим. Не оборачивайся. Я таким командным голосом, собака все это чувствует. И она следит за ним, чтобы он не дергался. То есть все было по-серьезному. И вот так в Слове Божием. Не молился? Правильно у меня, неправильно. Я вчера молился о чем? А результата нет. Господь испытывает. Не Бог виноват. Что-то у нас не ладно. А может быть и ладно, да укрепляет Господь. А почему? Ну, перерегистрация тут. Место, где наша община была зарегистрирована. Там барак снесли, где я жил. А теперь на это, на новое место, где мы находимся. Оказалось, столько там документов. А почему? Много паразитов, которые кормятся на малом бизнесе. Я в газете просчитал, что для того, чтобы купить землю, допустим, землю, должно быть четыре человека. Покупатель, продавец и два свидетеля. Все у пророка Иеремии считаем. Сегодня надо пройти около 230 организаций. Да не может быть. Да, и каждый год перерегистрация. И опять по новому кругу. И везде что-то заплатить надо. Вот это наша страна на сегодняшний день. А что делать? Тут ничего не сделать, ничего. Это всемирная проказа. Уже Бог будет что-то делать. Человеку, ну никак. Как я по организациям подойду, скажу без вас? А кто ты такой? У нас правило. И кто правило, он знает, ему отстегивают часть денег. И он занимается малым-малым бизнесом. Ну, это тоже бизнес. Там что-то издает, готовит какие-то подковы там или что-то отдельное. Но надо официально, иначе прикроют лавочку. Вот у меня суд, когда я освободился из лагеря, вернулся. А вот не было, чтобы полностью освободили. А не дали справки никакие там. Ну да, освободили решение президиума Верховного Совета СССР. Все это правильно. Но реабилитация нужна. Я освобожден в 87-м году, 25-го марта. А реабилитация пришла через 5 лет. 4 января 2001 года. Вот сколько. Время ушло. А время пришло, я тогда стал требовать, чтобы мне вернули у меня похищенные при аресте. По тогдашним меркам, это стоило по государственным расценкам 11 миллиардов. Это, я 11 лет шел в суд, кидали на место, с места. Ну, надо рассчитаться. Неконец Господь дает людей, которые прямо сказали, руки-ноги не вставишь человеку, надо решить этот вопрос. И там задействован прокурор края, генерал-лейтенант. Все были. Все мэр города, лучший мэр в России, Баварий Владимир Николаевич. И тогда решили, а денег-то нет, КГБ не в стороне, а ответственность пала на городское самоуправление. А у них денег нет. Судебный исполнитель говорит, пока с Лапкиным не рассчитайтесь, арестовывай все счета бюджетников. Ни учителя, ни медики не получат ни рубля. И со мной заговорили, вот мы получили 13 соток, два здания, хотя я думал, метров 100 хотя бы было, дали 226. Два здания. В одном храм, а в другом вот мы живем здесь. Я почему говорю, у Бога все вымерено, когда? Когда мы готовы? Какое воспитание? Какая арестировка? И никогда не пожалеешь, когда дети у тебя будут послушные. У меня один познакомился с кем-то и говорит, я его давно знал, такой строгий был, как, о, какие у него дети растут. Зашел, говорит, в 10 классе, как он передо мною встал, поприветствовал, да и прочее. То есть отец его таким же, как воспитал. Вот. Я его первый раз вижу юношу, говорит, и уже полюбил. А другой заходит, такой вальяжный отморозок, он при родителях хоть что угодно скажет. Надо, чтобы был человек верующий. Один неверующий, всю жизнь неверующий. А детей отдает в церковно-приходскую школу и ходит на занятия. Он говорит, а зачем ты делаешь? Ну как, как? Если они будут неверующие, они же меня убьют. Я, говорит, спать ложусь, когда стол, стул, все, подвигаю к дверям, чтобы не зашли. Сыновья родные. И теперь он приспособил их к занятиям в церкви. Разумно, правильно, но сам-то где твоя душа будет? Вот это маленький урок сегодня, я говорю. Мы нуждаемся, чтобы от кого зависит, нам справку дать, чтобы смирилися. Не гоняли нас. Вчера нас прогоняли сколько, а ничего мы еще не получили. Там требуется, там требуется. Ну, всякое. На наш дом кто-то там еще, которые были прежние хозяева, а мы уже здесь 30 лет. Нет, они тоже на этот дом. Да нет, они просто не вычленили. Нет, у меня справка государственная. Все есть. Поэтому не надо на это смотреть. А там вот еще кто-то, у вас прописан, нет прописанных больше никого. Только мы. Сатана на этом подыгрывает. Мы законопослушные, да не знаем где их, что и будет. Нужно довериться Богу. Это зря люди прилипают. Нет этого и все. И нас сразу поймут. Тут серьезный разговор. Рано или поздно они это сделают. А когда рано-поздно? Ну, за неделю даже и сделать. Так они натянут за год. Не получится. Я буду отирать у них пороги, когда за раз приходить, а дальше начнутся жалобы. Защита прав человека. Специально из кабинета. К примеру скажу. У меня телефон вот такой вот. У меня другого никогда не было. Это сестра Елена 250 что ли рублей отдала. Кто-то списали где-то. Я прихожу, а денег-то нету. А почему? А там говорится, откуда снято ее официально. Да как могли без меня снять? Ну, а вы задолжали. Кому я задолжал? Ну, какая-то организация. Они там звонят, разговаривают. Я позвонил, наконец, на директора. Я говорю, вы мне ничего не давали. Как вы могли снять? А как же? Вы же разговаривали с нами. Ну. Разговаривал. Открывается детский лагерь. Я спросил, детей будете сдавать? Нет. Ну, мы утешаем людей. Я сам кого хочешь утешу. Не отдает никак. Ну, пришлось обратиться уже в органы власти. До дома я еще не дошел. А уже деньги все сняли с нее. У нас юрист, я говорю, и как ей? Тяжелое дело. Ее больше регистрировать не будут, эту компанию. О как. То есть, они сняли, деньги вернули и пострадали все. Нельзя этого делать. Надо все делать по совести, по благословению. Поэтому без Бога ни до порога. Даже в комнате до порога не доходи. Вот. Это вам последнее наше известие. Просим помолиться, чтобы это перерегистрацию где есть. И намечают это место сносить, чтобы нас не тронули. Надо идти к главе администрации, когда тот документ будет. Родна данного района, чтобы нас не трогали. Потому что наше здание, оно единственное на всю страну такое. Чтобы политзаключенному государство долг отдавало без денег. Два здания. Такого нигде не было никогда. Каторжнику. Это не было никогда. И поэтому дом это сохранить как единственное такое. Как вот старинные купеческие дома сохраняет и прочее. Так и здесь. Просто так не будет. Тоже помолиться, чтобы нас не трогали. Вот все у меня на сегодня. Вопросов, если нет, сейчас 7 секунд даю на размышления. Срочные вопросы. Все на этом отхожу. Во славу Божию. Христос воскресе. Во истинно воскресе. Во истинно воскресе. Аллилуйя. Во истинно воскресе. Их истинно воскресе. Их истинно воскресе. Лука. Евангелие от Луки. Глава 11. С 1 по 4 стихи. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб нас насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Толкование. 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 в море жизни сей, просит у Бога помощи, чтобы ему, как рыбе, сохраниться живым и непогруженным среди искушений. А тот просит яйца, кто желает, чтобы ему даны были порождения добродетельных душ. Каковые души, как взявшие крылья, вознесшиеся духом и пролетевшие землю по справедливости, могут быть уподоблены птицам. С 14 по 20 стихи «Однажды знал он беса, который был нем, который был в нем, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет беса в силу визельвула князя Бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышление, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе пустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устроит, устоит царство его? А вы говорите, что я силою визельвула изгоняю бесов. И если я силою визельвула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божие. Толкование. Немым часто называется тот, кто не говорит, что называется так же и тот, кто не слышит. Кто не говорит, но называется так же и тот, кто не слышит. А вернее, тот, кто не слышит и не говорит. Приведенный ко Христу был в обоих отношениях нем и на язык, и на ухо. Он есть образ человеческой природы, которая, будучи одержима от бесов, не способна была ни к слышанию Слов Божий, ни тем более к пересказыванию. Но Господь, придя и изгнав бесов, то есть страстные и бесовские дела, сделал то, чтобы мы не только говорили, но и проповедовали истину. Ибо Слова Божия должно не только слушать, но и перед другим пересказывать. Итак, будем слушать мы, имеющие в себе дела бесовские, думающие других учить и позволяющие называться от людей учителями. Ибо когда выйдет бес, тогда бывает истинная говорливость и учение, а доколе внутри нас находится произведение демонов страсти, да то ли не говорим, хотя и кажемся говорящими. Фарисеи клевещут на чудо и Господа поносят как обманщика. Пусть будет и так, что я изгоняю бесов силой Вейльзи Вула, но сыны ваши, то есть апостолы, чьей силой изгоняют, не очевидно ли, что моим именем? Как же вы обо мне говорите, что я изгоняю через Вейльзи Вула, нуждая в силе его, когда сыны ваши имена апостола изгоняют именем моим? Подлинно они будут вас судить, ибо если они изгоняют именем моим, то я сам очевидно не имею нужды в силе другого. Я изгоняю перстом Божиим, то есть духом святым, а не духом лукавым. Духа называют перстом для того, чтобы ты знал, что как перст одного существа с целым телом, так и дух святой единосущен с отцом и сыном. А это имеет такой смысл. Разрушается наконец царство дьявола и воцаряется Бог, изгоняющий бесов. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Аминь! Спаси Христос! Слава Богу! Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Слава Богу!